Майские выходные группа инициативных крымских татар решила провести по-особенному, организовав субботник на святыне Азиз-Девлет-Баба в селе Корбек изобильное. Вооружившись лопатами, граблями и тяпками, активисты начали уборку. Предки мои по отцовской линии, они выходцы из Корбека, и мне немножко неудобно, что мы как гости сюда приезжаем все время. Вот решили собрать знакомых с детьми и немножко потрудиться на Азиз-Лере. К нам присоединились люди, которые не выходцы из Корбека, но мы должны все друг другу помогать, быть сплоченными, уважать все наши святыни. Мы по возвращению уже все стали детьми Крыма. Это действительно наша родина, другой у нас точно нет, поэтому я воспринимаю любой уголок Крыма как наше общее достояние. В принципе, возьмем чоль, горы, море, это все наше. И принципиально, я считаю, что если подобного рода мероприятия производятся, это очень хороший повод как посмотреть Крым, так и пообщаться с отечественниками. К субботнику присоединились крымские татары из разных уголков Крыма. К уборке привлекли подростков и детей, которые охотно взялись за работу. Азиз Девлет Баба известен в Корбеке давно. Старожилы рассказывают, что до депортации здесь даже находилась гробница Дюрбе, которая впоследствии была разрушена. В 2005 году силами выходцев из села здесь был установлен памятник. С установлением ислама здесь, в Крыму, его принес именно этот хаджи, этот святой человек, подвижник пророка Мухаммеда. Его звали Девлет Баба, и здесь он дожил до своих последних дней. Здесь было построено медресе. При медресе был дом для странствующих дервишей. За несколько часов субботника на Азизе покосили траву, подрезали и побелели деревья, расчистили могилу и окрестности. У святыни активисты прочитали молитву. Субтитры создавал DimaTorzok